Следует различать санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку. Только санитарную можно проводить круглый год, а остальные два вида – с октября по апрель, после листопада и до начала сокодвижения. Если деревья интенсивно выделяют сок, например, клён и ольха, то обрезку проводят в октябре. Коммунальные службы города продолжают работу по обрезке деревьев в парках, общественных пространствах и дворах, пока на улице приемлемая для этого погода. Процесс идёт планомерный, потому что именно сейчас, с октября месяца, началась возможность для выполнения обрезки санитарной, омолаживающей, либо формовочной. Данным, где вы выезжали сегодня снимать репортаж, это была у нас обрезка по улице лейтенанта Рябцева, там была формовочная обрезка вдоль здания горы Ремстоитреста города Бреста. Какие причины влияют на необходимость обрезки того или иного дерева? И куда можно обратиться, если есть для этого объективные причины? Формируется этот план на основании обращений граждан по 115, либо напрямую к нам, либо в горе с полком, либо в городское ЖКХ. Выезжают наши специалисты и производят визуальный осмотр с формированием и вынесением заключения о необходимости обрезки. Это либо дерево препятствует проникновению солнечного света, либо оно препятствует движению пешеходов, машин, где-то сухие ветки уже начинали образовываться, где-то угроза падения есть, обрыва линии электропередач. То есть формируется, все это фиксируется, делаются фотографии и выполняем работу. Часто люди ругают коммунальные службы за нерасторопность и недооценивают сложность и объем выполняемой работы. Причины ясны. Это и погода, и чрезвычайные ситуации, и количество деревьев на одном участке. План на год, на текущий, который у нас был, 22-23, выполнен не полностью, потому что адресов было очень много, все мы просто не могли закрыть физически. Выполняли в первую очередь поступившие ранее и уже оставляли на последок, которые поступили в последнее время. Все адреса, которые были не выполнены в текущем периоде, были включены в план обрезки периода 23-24. Данный план сейчас находится на утверждении высшаясящей организации. Там порядка где-то 400 адресов. 400 адресов – это не значит, что 400 деревьев. Это значит, что по одному адресу может быть как одно дерево, так и целая улица. В одной такой обрезке задействовано множество людей. Каждый занят своим делом. У каждого своя задача и общая цель – благоустройство города. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Александр Макаревич, Новости Бреста.